Однажды я остался дома с детьми, и так занял их делом, как мне показалось, они начали играть. Я думаю, сейчас тихонько перемещусь на кухню и там спокойненько почитаю. И опытные люди знают, что была дача. Центр тяжести переместился. Я посидел несколько минут, они появились. Чем-то занялись там. Я тихонько переместился в комнату. Через некую минуту они оказались там. Я понял, что избавления мне никакого нет. Что я буду уже нянькой до конца. И я такой из этого извлек урок. Думаю, если бы мы так же ощущали и стремились бы за своим Господом. Где Господь, там и мы. И они не делают это сознательно. Понимаете, у них нет такого, как бы с утра задачи поставить так, где папа, там или мама, туда мы пойдем. У них нет такой задачи. Это происходит автоматически. Поэтому хозяйкам рекомендуют иметь большую кухню. Если есть такая возможность. Потому что мать чаще всего на кухне. А если она на кухне, значит вся эта наша плоть, все наши дети будут там. И еще один урок я извлек, что если бывает, мамы и папы куда-то хотят уединиться, то Господь никогда от нас не прячется. Слава Господу за это. И когда дети его к нему и день и ночь стремятся, внутренностью у него всегда есть для нас время. Вот этим он превосходит намного нас, земных отцов и матерей, которым нужен какой-то момент, чтобы как-то уединиться, успокоиться. Но Господь всегда нас ждет. Это ему слава. Я думаю, что собрание это то место, где мы опять собираемся рядом с Господом. Его дети снова ищут его и стремятся к нему. Я сегодня хотел бы проповедовать, размышлять на такую тему. Так бы я, наверное, назвал ее. Верить до конца. Есть несколько стихов в Библии, особенно в послании к евреям. Апостол Павел говорит, 3 глава 6 стих. Если упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. В этой же главе 14 стих. Если начатую жизнь, твердо сохраним до конца. 6 глава 11 стих. Чтобы мы оказывали такую же ревность до конца. И Матфея 10, 28, написано, претерпевший до конца спасется. И даже о Иисусе написано, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Мы знаем, что в жизни человека, в жизни общества, в жизни семьи бывает очень много порой добрых начинаний. И специально существует такое слово начинание. Потому что делом нельзя назвать так, как оно началось, но не закончилось. И многие люди потом говорят, начинание было доброе, осуществить не смогли. И вот миллиарды, наверное, людей, можно так сказать, когда-то начали жизнь следования за Господом. Начали верить. И Господь их начал благословлять. Но по примеру нашего Господа мы видим, что это должно быть до конца. И даже когда нам ставятся примеры Божьих людей, апостол Павел говорит, взирая на кончину их, на кончину наставников, подражайте вере их. То есть именно человек, который от начала до конца устоял в том пути, которым пошел, сохранил ту веру, которую Господь ему дал, именно этот опыт имеет огромную ценность. И есть примеры в Священном Писании, на которые мне хотелось бы обратить особенное внимание. Мы знаем Божьего человека Авраама. О нем Слово Божие говорит, что он не изнемог в вере. То есть мы прочитали разные места Писания, где говорится о том, чтобы мы сохранили ревность, чтобы мы терпели до конца, чтобы мы жизнь начатую сохранили до конца. Из всего этого доброго я хотел бы говорить о вере, о том, что человек начинает верить Господу, и в этой вере нужно не устать, не изнемочь и не ослабить. И когда Иисус сказал Марфе, если будешь веровать, то увидишь славу Божию, то это принцип для жизни всех христиан. Господь для каждого верующего человека имеет свои какие-то благословения, и написано, что у Него много благ, которые Он хранит для боящихся Его. У Господа их так много, и они такие, что мы даже про них еще и не знаем о многих. Представьте себе, у Него целая сокровищница благ, настоящих благ, не то, что дает мир временно, порабощая человека, или обманывая человека, или извлекая из него свою выгоду, но когда Бог дает благо, это настоящее благо. И написано, благословение Господне обогащает, и печали с собой не приносит, похмелье с собой не приносит, ломки не приносит, долги не приносит. Если это благословение от Господа, то это уже благословение. Это такой наш Господь. Но есть одно условие. Написано, чтобы мы веровали, и тогда глаза наши увидят Божью славу. Если мы будем веровать, мы станем очевидцами того, что Бог производит в жизни верных Ему. И вот эти размышления у меня пошли после того, как одна сестра задает интересный вопрос. Говорит, знаешь, происходят в жизни ситуации, которые приводят меня в смущение. Я уже не знаю, благословение я получила от Господа, или проблема пришла мне в жизнь. Сначала как благословение, а потом как проблема. Она так в мне, видимо, не очень доверяет. Она не стала рассказывать, что у нее в жизни происходит. Взяла абстрактную ситуацию. Ну, по ней я понял, что она имеет в виду. Говорит, представь себе, вот стою я, к примеру, на остановке и жду автобус. Вышла из дома, помолилась, Господи, благослови, что пришел транспорт попутный и быстро. И приходит транспорт попутный и приходит быстро. Я захожу в этот автобус и благодарю Господа за то, что он мне послал быстро попутный транспорт и ответил мне на молитву. Хорошо? И дальше она уже пошла, значит, в такую абстрактную ситуацию, но вполне реальную. И представь себе, этот автобус, в котором я еду, врезается куда-то, и я получаю травму. Она не получала травму, я понял, что было что-то в жизни подобное. Но мы возьмем это как модель, раз она мне так рассказала. И вот сижу я с этой травмой и думаю, вот автобус-то пришел мне по молитве или почему? Если это было благословение, то на что мне такое благословение, за которое потом шишку на лбу заработал? Или порезала руку там, или еще хуже там, сломала какую-то часть тела? И говорит, в жизни моей такие ситуации, эпизоды происходили не раз, я сегодня нахожусь в смущении. Сначала это выглядит как благословение, а потом как проблема. И я не могу понять, что вообще происходит. И мы в рассуждениях стали вспоминать некоторые библейские истории, и увидели, что у Бога есть некий принцип. Я бы так назвал три шага к славе Божией, или три этапа к благословению, как угодно можете назвать, через которые проходили все Божьи люди, и через которые мы периодически все проходим. И вот давайте мы посмотрим. То есть происходит такая ситуация. Ладно, не будем забегать вперед. Значит, первый человек Моисей. Пасет овец. Жизнь обычная, до невозможности обычная, 40 лет пасти овец. Я в жизни пас где-то на протяжении трех лет, только летом, и только примерно раз в неделю. Хотя для меня это было огромное спасибо в моем подростковом возрасте, моей тете за все это, но вспоминается все не очень приятно. И для меня это было тяжким временем. Здесь 40 лет овечки. Без ноутбука в пустыне, без смартфона в кармане, без эхо Москвы в ушах, в пустыне только бе и ме. Это все разнообразие. Где там кто звонче проблеял, кто глуше проблеял. 40 лет. Такая жизнь просто чересчур ровная и предсказуемая. И вот в эту серую однообразную жизнь вдруг приходит удивительное явление. В один из обычных, самых обычных дней, Моисей видит, что горит куст и остается целым. Пойду посмотрю. У него же не было телевизора, интернета. Это сегодня многие не видят горящий куст, потому что у них глаза слишком заняты. Так или нет? Они у них так, враг глаза занял, что куст рядом горит, Божье явление, они его не видят. Некогда посмотреть. А вот этот Божий человек не занял глаза тем, чем не нужно. И увидел, сразу же увидел, что-то необычное происходит. Подошел, и мы знаем с вами, что с ним заговорил Господь. И если мы свою жизнь так взвешиваем, сравним, то нельзя назвать это ординарным событием. Так ведь? Это чудо. Сам Бог заговорил с человеком. И сказал ему, с ними обувь твоя, это место, на котором ты стоишь, земля святая. Это было особенное переживание. Это было огромное благословение, сколь многие люди, христиане, сегодня хотят, чтобы Господь проговорил к ним хотя бы через пророчество. Есть люди, которые много лет христианами являются, и не слышали даже, как Господь к ним обращается через земного сосуда. И для них это, можно сказать, для кого-то предел мечтания. А тут Бог заговорил напрямую. Все хорошо, Божье посланничество, Бог дал ему знамение, этот жезл, который был обычным, превратился в особенный. Жезл наделил властью, подсказал, кто будет у него говорить перед фараоном, потому что сам Моисей был косноязычным. Все прекрасно, все хорошо, все чудесно. И, наверное, когда он пришел домой, с восхищением рассказывал своей жене. Все прекрасно началось. Он идет в Египет, начинает говорить к фараону. И что происходит? Израиль выходит из Египта, да? Всему Божьему народу израильскому после слов Моисей была создана проблема. Им перестали давать сырье, а норму кирпичей оставили прежнюю. Когда я до этого места в Библии нахожу, я всегда содрогаюсь, ставлю себя в это положение. Одно дело, когда человек сам себе проблемы создал, так скажем. А тут он сказал, что идет от имени Господа, и всем детям Божьим, детям Израилева, создал большие проблемы. И вот он, как та сестра, думал, это у меня благословение или что? Это я Господа видел и слышал? Или что происходит? И он так Господу сказал, Господи, Ты меня послал, я говорил к фараону, я тебя послушался, а все стало гораздо хуже. Но чем закончилась эта история? Израиль вышел из Египта. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Сначала мы получаем благословение, я бы назвал его начальное благословение. Господь призывает, подвигает нас, направляет. Потом это благословение подвергается испытанию. Или вера человека подвергается испытанию. И вот именно в этот момент некоторые терпят кораблекрушение в вере и до большего благословения, до особенного, которого Бог собственный предназначил, просто не доходят. Павел сказал, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Есть христиане, которые сеяли добро, трудились, Господь благословлял, они служили, но в какой-то промежуток они устали, и до жатвы того, что они посеяли, то, что им законно принадлежит увидеть эти плоды, они не дожили, не дошли. Они смутились посередине и сказали, Господь ли благословлял меня? Господь ли направлял меня? Почему так происходит в моей жизни? Я Ему служу, я Его волю исполняю. Все происходит совсем не так. И если Господь говорит, не будешь веровать, славу Божию не увидишь. Если будешь веровать, увидишь. Иосиф, это был человек, который увидел от Господа, получил сны, сверхъестественное откровение. И вот вы помните, что отец нарядил его прекрасную одежду, все было чудесно. И даже однажды, когда он пошел, чтобы узнать, как у него братья живут там в поле, пасут овец, он заблудился. Представьте себе такую ситуацию. Вы заблудились или в лесу, или в пустыне, или в чужом городе. И вы не знаете, куда идти. И написано, нашел его некто, блуждающим в пустыне. Вы бы хотели ходить по тайге, и чтобы вас кто-нибудь нашел. Подошел лесник и говорит, ты что тут делаешь? До города, до ближайшего 40 километров, ты как тут очутился? Мы схватимся, за него уже не отпустим. Выводи нас, куда хочешь, выводи. И вот написано, нашел его некто блуждающим в пустыне. Благословение или нет? И сказал, я слышал, твои братья говорили, пойдем посетив дофани. И он туда пошел, и их нашел. Благословение или нет? Мы бы сказали, ой, шли бы так, ой, Господь устройство какое послал. Слава Господу. Не знали, где найти, уже молиться начали, и Господь послал проводника, и нас подвезли, поднесли, подвели, и там все, все прекрасно. Какое устройство? А когда он в яме очутился, он думал, лучше бы я этого некто, никогда я не встречал. Спасибо помощничку и проводничку. Если бы я их не нашел, вернулся бы домой, как-то тихонечко, папе бы сказал, не мог найти, и все было бы тихо. И потом он, наверное, вспоминал этого некто, когда находился в гипетском рабстве, когда находился в темнице, он вспоминал того некто, кто показал ему пальцем, куда идти, и он пошел, и сказал, что это был перст Божий, который направлял его, и он совсем очутился не там, где хотел бы очутиться. Но он веровал. Слава Господу. И написано, что Слово Господнее испытало его. В железо вошла душа его. Я однажды размышлял, думаю, почему жизнь Иосифа сравнится с тем, что душа вошла в железо и представила себя в железной одежде. Представьте себя тоже. Мы с вами даже покупаем одежду, смотрим, сколько там синтетики вплетено. Процентов. Мы стремимся к натуральному, приятному материалу для тела, чтобы когда на улице холодно, она нас грела, как телогрейка, и когда было бы жарко, нам бы не было в ней жарко, как в телогрейке. Это, кстати, самая универсальная одежда. Я сколько пробовал, лучше телогрейки я ничего не видел, для морозов и для холодов. Может, я думаю, что существует, просто я не видел еще. А из-за того, что она такая немодная, мы ее и не носим. Так бы все носили, мне кажется. А тут железо. Когда на улице жарко, что с железом делается? Горячее, жутко горячее. Когда на улице холодно, жутко холодно. И железо для тела человеческого вообще, то есть, если в нашей одежде ездят, а в ремне или какая-то пуговица, обычно она не соприкасается с телом, этот металл. Так ведь? Потому что он неприятен для тел. И Иосиф оказался в положении, когда душа его была в железе. Просто никакой приятности. В печке такой. И вот он веровал, и в конце концов, он увидел Божью славу, когда Господь поднял его. И он еще в миниатюре переживал эти ситуации, когда он пришел в дом Патифара, и Патифар поднял его, помните, да, своим домом, сделал управителем, и казалось бы, было благословение, но потом его склоняла к греху жена Патифара, и он оказался в темнице. Я так размышлял и думаю, что если бы его Патифар не поднял, и Иосиф бы где-то ходил с мотыгой, лопатой, киркой, то, мне кажется, жена Патифара бы не загляделась на него. Ну, как можно заглядеться на человека, у которого там спутанные волосы, лоб потный, грязный, и он весь такой, это, неустроенный, кажется, внешне. И вот он потом думал, зачем я был начальником над домом фараона, в Патифара? Зачем мне было это благословение? Вот так Господь потрясает человека, и вот то, что мы видим благословением, и оно действительно благословение, оно входит в огонь. И те, кто прошли через это, и верят Богу до конца, не сдаются, и знают, что Господь верен своим, эти люди увидят славу Божию. Аминь. Еще хочу одного человека, трех вернее, привести в пример, которых Бог благословил, они кушали только овощи, но вид у них был прекрасный, и мозги работали гораздо лучше, чем у многих сегодня людей. И царь Навуходоносор поднял этих трех евреев и сделал их министрами. Благословение. Благословение. Быть министрами. Среди всех язычников они были лучшими. И даже среди тех, кто были из их народа, но не были верны Господу, благословение получили. Но потом, когда Навуходоносор построил огромного идола, и всем сказали при звуке, цевнице, музыкального инструмента и так далее, поклоняться, эти три человека не поклонялись. Если бы это были пахари на поле, если бы это были бы сантехники во дворце Навуходоносора, если бы это были какие-нибудь снабженцы овощами придворные, никто бы не заметил, кланились они или нет, но это были министры. Когда брат на проповеди говорит что-нибудь не то, вы куда смотрите? Туда? Вы ведь не смотрите, там, что у нас там, сестра Маша думает сейчас про этого проповедника, там, еще брат какой-то. Мы смотрим на братьев, которых Бог поставил начальствующими, и начальствующий человек всегда на виду. И чем выше он находится, тем заметнее каждое движение, каждая реакция. И нашим братьям приходится все собрание, понимаете, вот так вот знать и помнить, что очень народ обращенный. Представляете, к кому вы подвергаете ситуации? И вот они были, эти три человека тоже на виду. И вот поклоняются, смотрят, три министра, три начальствующих человека не преклоняются. И потом вы знаете, что они подверглись опасности быть брошенными в огненную печь, их бросили, и в это время многие бы из нас подумали, зачем я стал министром? Что это за благословение было? Зачем Бог мне дал ту мудрость? На что она мне нужна? Но они веровали, говорили, Господь сели нас избавить от печи, если не избавит, то мы все равно поклоняться не будем. И в конце концов история закончилась тем, что царь Новокадоносор, который приказал в семь раз сильней распечь эту печь, вдруг меняется. Сильная вера производит сильные перемены. Меняется, и эта глава заканчивается тем, что царь Новокадоносор говорит, кто не поклонится Богу, Сидраха, Месаха, Явдинага, изрублен будет в куски, а дом его обращен в развали. Человек, который несколько минут назад был в ужасной ярости, что эти люди не поклоняются. Вот что производит вера, братья и сестры. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Поэтому сегодня все блага, которые приходят в нашу жизнь, по нашей молитве, по нашей просьбе, братья и сестры, это от Господа слава Ему. И если в результате того, что мы начали служить, или Господь облагодетельствовал нас чем-то, и вдруг, казалось бы, именно из-за этого пришли какие-то неприятности, не спешите вывод делать, что это не от Господа. Господь говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Только вера до конца приводит к славе Божией. Это как лечение антибиотиками. Если вы не пролечились антибиотиками, полный курс, вы себе повредили. Если вы пять дней пили таблеточки, да, и вот эти микробы, которых надо было убить, они сражались мужественно с этими антибиотиками, сражались, сражались, вот десять дней они не смогут выиграть, а за пять дней могут продержаться. И не только продержаться, а еще и научиться с этими антибиотиками сражаться. Они станут крепкими. Это кто не понятно, почему врачи заставляют вас десять дней пропивать? Я объясняю. И вот вы знаете, что в нас, в нашем сердце живет смертоносное маловерие. И Господь хочет его уничтожить. Оно разделяет нас с Господом. Оно разделяет нас с благословением. Оно разделяет нас с братьями и сестрами. Оно разделяет нас с вечной жизнью. И Бог желает уничтожить маловерие в нас. И это может быть только тогда, когда мы пройдем полный курс испытания определенного Господа. Согласны? Проходите. Это принцип Господь оставил нам. Я иногда думаю, знаете, думаю, насколько нам легче, чем вот этим первым Божьим людям. Так ведь? У нас уже столько историй, столько свидетельств. Написано целое облако свидетелей вокруг нас. И мы еще умудряемся не верить Господу. Мы еще умудряемся сомневаться в том, что Он неизменно пошлет свое избавление. И то, что сегодня тьма вокруг Божьего человека. И все происходит вопреки молитвам. Совсем не так, как я прошу. Совсем не так, как я хочу. Совсем, казалось бы, не так, как написано в этой книге. Все происходит не так. Господь говорит, будешь веровать, пройдешь и увидишь славу Божию, которую другие, которые не верят, не увидят. Помолимся Господа.